тупость как черта характера характеристика личности особенности мышления или психическое заболевание надо сказать что вопрос очень сложный потому что когда мы говорим о тупости она совершенно не обязательно подразумевает отсутствие образования отсутствие каких-то знаний знаний каких-то фактов обязательно там скудную речь невозможность использовать пользоваться там таблицу умножения на не знание каких-то исторических фактов и так далее когда мы говорим о тупости мы скорее подразумеваем неспособность человека к анализу информации ну и соответственно к синтезу каких-то новых знаний тупой человек может быть весьма начитан он может иметь высшее и не одно высшее образование он может оперировать фактами но только в виде штампов виде вот тех блоков которые были вложены ему в голову в процессе чтения в процессе получения образования в процессе там прослушивание лекции либо чего-то еще при этом тупость характеризуется именно тем что на отдельные штампы отдельные блоки они абсолютно не подвергаются какой-то компоновки с другими элементами знаний которые у этого человека присутствуют то есть он вполне может оперировать взаимоисключающими на блоками которые выскакивают у него на из головы из ротового отверстия так скажем чисто по принципу спорт лото то есть крутится барабан бац выкатился шарик с номером 14 14 что 14 почему 14 к чему 14 потом бац выкатился шарик 33 то что два шарика на имеет совершенно противоположное значение но тем не менее лежат в канавке куда они выкатываются рядом не проблема это в общем-то не вызывает у человека никакого смущения не напрягает его то есть если у него есть в голове заложенный штамп что некое лицо который мы не называем вор и соответственно все что связано с этим именем это зло то соответственно автоматически это так и неважно подтверждается это каким-то фактом либо нет если на каком-то производстве до производства чего-то какого-то медикамента зарабатывают люди связанные с этим лицом то значит все что производится на этом производстве это зло это плохо это яд это отрава это нельзя использовать это соответственно этот кто не дай бог не дай бог скажет что-то положительное в этом плане то это соответственно предатель не знаю кто иуда который продал свою совесть за 30 серебряных факты подтверждающие либо опровергающие утверждение никакого значения не имеют вообще просто достаточно вот этой одной кнопки это связано с тем-то именем все это автоматически не рассматривается это зло это ересь что что любопытно что тупые люди в этом плане совершенно легко и непринужденно начинают использовать те инструменты которые казалось бы направлены как раз таки на развитие логики мышления они легко оперируют понятиями на доказательность соответственно на доказательной медицины в частности абсолютно не принимая во внимание фактическую сторону вопроса то есть опять таки формулировка доказательной медицины вывалилась то что соответствие с этой самой доказательной медицины факты подтверждают одно а человек утверждает другое это как бы совершенно не напрягает это касается абсолютно любой сферы деятельности особенно удивительно наблюдать такое явление как тупость у людей с высоким образовательным цензом то есть когда человек имеет два-три образования является кандидатом иногда и доктором наук и у него на выходе появляются утверждения зачастую просто взаимно исключающие но не 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 его самого не значительную часть аудитории это не удивляет и как бы не вызывает каких-то вопросов и сомнений вот раньше а в психиатрии использовался такой термин как салонный дурак это как раз отчасти о тех людях которые имеют большое количество штампов красивых оформленных весьма привлекательно с точки зрения так скажем словесного словарного оформления с богатым лексиконом с красивой упаковкой но пользуются они этими штампами только именно как штампами они не способны их разобрать на отдельные компоненты они не способны из этих отдельных компонентов собрать какой-то другой блок вот только так как положили так есть то что этот кирпич для плавания в бассейне совершенно не пригоден и даже вреден это их не смущает кирпич сам по себе хорош значит на тебе кирпич и плыви к сожалению таких людей очень много и поскольку нередко благодаря тому что штампы из них выскакивают очень быстро и при должной тренировке речь производит впечатление высокой научности они нередко не занимают не только неплохое положение в принципе но и высокое положение в науке что конечно для научи самой крайне губительно вот такая вот проблема тупость далеко не всегда психическое заболевание но такая весьма и весьма своеобразная личностная черта дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и нашем канале на портале youtube.com всего хорошего до свидания субтитры создавал DimaTorzok